Я хочу попросить представиться. Пчеловод-естественник со стажем более 30 лет, Олег Луценко. Сын пчеловода со стажем. Помогает, по возможности. Ну да, а ведь у вас, ну понятно, это любимое дело, не просто, так сказать, заработок или, как сейчас говорят, бизнес, да? Просто любовь. Да, это любимое дело, причем занялся я совсем случайно пчелами. Очень давно, когда мы, ну просто вот, что толкнуло в занятие пчеловодством, это то, что я видел летящий рой. То есть заворожило. Ну не заворожило, просто захватило. То есть вот этот танец пчел, вот эта энергия такая, захватило, побежал, добежал до ближайшего забора, сколько хватило силы. И вот это явилось таким толчком сильным. И давно это было? Это было в 86-м году. Понятно. Ну сначала, наверное, вы классическим таким занялись. Да, начинал, конечно. То есть вообще начинал, первый мой опыт был, то, что я не знал вообще ничего. То есть начал ловить пчел пакетом целлофановым. Да. Потом начал узнавать что-то, то есть следующий этап, это начал узнавать. И первое, что подсунулось в руки, это, конечно, классическое пчеловодство. И начал заниматься именно классикой. И то, что пчелы болели и гибли, это казалось очень неестественным сразу. А зачем казалось неестественным? Ну потому что, ну, как бы такое вот подсознательное было ощущение, что пчелы в природе жили веками, тысячелетиями для человека. И почему при человеке пчелы болеют, и почему они так сильно гибнут. Ну и пришли вы в результате. Пришел я не сам, пришел очень долгий путь. И он был не сразу, так, не одним днем. Годы, да? Да, постепенный был переход. И очень важный момент в этом переходе был такой случай, когда мы с моим другом, он тоже себе купил домик в деревне там. И оказалось, что рядом с этим домиком был пруд, и там стояла старая ветла. В этой старой ветле обнаружился рой. Ну, в смысле, пчелы жили. И мы решили их пересадить в улей, и вот это вот, когда мы раскрыли эту гнилую ветлу, то есть она фактически отломился, такой большой шматок коры, с небольшим куском дерева открылась связь сот. Вот эта красота, которую я увидел, красота сот, естество изгибов, вот которое вот первое такое мощное впечатление, оно, конечно, очень ярко произвело такое ощущение. Природные языки те самые, которые... Даже не то, что языки природные, а природные структуры. То есть видно, что все очень естественно, все переливы одних листов сот в другие очень плавные, гибкие, естественные. Гармоничные, да, вот именно что. Потом оказалось, что эта семья, которую мы пересадили в улей, она обладает несколькими уникальными качествами, то есть она могла заменять соты сама у себя, то есть старая сота заменяла сама самостоятельно. Извините, я перебью в классическом пчеловодстве по книгам, но вот эти вот все события, они описываются как невозможные для пчел, что они этим делом не занимаются. Вот как. То есть, да, пчеловоды обычно соты заменяют сами, то есть видят, что соты устаревают, они их заменяют. А эти пчелы, как раз уникальность их была в том, что они сами заменяли соты. То есть у них сохранился природный инстинкт. То есть вообще во всех книгах пишется, что в доплах пчелы живут, 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 пока соты не состарятся, пока не станут мелкими. И пчелы, ну, как бы израиваются, погибают, а покидают дупло. А эти пчелы были способны восстанавливать, то есть у них существовала вот эта, ну, как сказать, способность все время регенерировать. Они могли заменять соты, поэтому они, скорее всего, в этом дупле жили достаточно долго. Поэтому, в общем-то, когда мы встретились с такой уникальной способностью этих пчел, то, естественно, что вот этот парень, мой друг, он стал от этой семьи создавать другие семьи, то есть раи. Если там роевые маточники, значит, он на этих роевых маточниках делал отводки и таким образом расширял свою пасеку. И на каком-то этапе, там годик через два или через три, у него этих маток стало очень много. И когда я к нему однажды приехал в гости, у него выходил рой, и когда мы открыли семью посмотреть, то там было очень много маточников, и один из маточников я взял себе. И таким образом вот такая вот уникальная маточка попала ко мне, и та семья, которую я создал на этой матке, она, значит, первое, что сделал, когда я поставил несколько листов с вощины рамки, то она просто их, значит, стала отгибать, разгрызать, и стала загибать так, что рамки, все соты стали загибаться с рамки на рамку переходить. Мне бы так показалось очень неправильным на тот момент, и поэтому я с этим начал бороться. То есть я начал вырезать, исправлять, вставлять в разрыв рамки с сушью, уже состроенными плоскими сотами. И, ну, в общем, семья не хотела ни в какое, она разгрызала эти соты, которые сушат, она разгрызала их, перестраивала, склеивала там все. И я не понимал на тот момент. Единственное, что мне нравилось, конечно, что у нее был уникальный мед, очень хороший у этой семьи, то есть вообще она очень сильно отличалась, она отличалась живучестью, отличалась здоровьем. Но потом вы размножили этого в семье? Да, от нее потом были раи, да, но раи уже как бы меньшей силой обладали, то есть они уже не так стремились делать... А как вы потом делали крепкие вот семьи, подновляли и обновляли? Брали еще, наверное, откуда-то? Ну, по-всякому было, то есть я занимался ловлей раи все время, то есть все время ловил бродячие раи, поэтому пасека расширялась, в том числе и за счет таких раев. Но, как правило, такие раи оказывались маложизнеспособными, они, как правило, в 90% случаях погибали, если не в первой, то на второй год погибали. А сейчас у вас, кстати, как, в общем-то, остаются, то есть уже стабильные системы? Мы пережили несколько кризисов. Дело в том, что мы раньше жили в Смоленской области, и пасека, которая осталась там, она, в общем-то... Ну, ее украли. Да, ее растащили. Вот она, то есть ли с нуля, да? Да, мы переехали в Московскую область. В Калужскую сначала. В Калужскую. В Калужскую, да. Потом начинали с нуля в Калужской области, а потом, когда с Калужской области переезжали, то пчелы наши не выдержали переезда. Вот, потом, интересный еще момент, начали разговаривать пчелы, вот, и через сколько лет? Что через сколько? Разгрызли. А, на следующий год, буквально, на следующую зиму. Напали к унице и погрызли все. Уничтожили полностью всю пасеку, просто вот такие вот дыры были в ульях, мы просто пришли, а под ульями вот такие щепки. Понятно, то есть опять с нуля, фактически. Опять с нуля, да. Ну, понятно, и сколько сейчас ульев у вас? В данный момент у нас 15 ульев. 15 ульев, да? Слушайте, а сколько же килограмм в год получается при той технологии? Ну, немного. Немного. Не может, я говорю, быть много. Немного получается. Ну, это понятно. А, кстати, вот вы упомянули о такой технологии какой-то, которую вы разработали, что в улье находятся колоды. Ну, да, находится гнездовой блок. А, объясните, в чем суть этого дела? В чем суть? То, что когда ставят пчеловоды во щину, то все ячейки стандартные. Да. То есть заточенные все как один по бальцам. По матрице. Да, по матрице отпечатанные, и все. Пчелы – это живые существа. Вот вы знаете, что у людей у всех разный размер обуви. Я все время этот пример привожу, он очень яркий и понятно. То есть у всех разный размер обуви, и точно так же у каждой пчелиной семьи свой размер ячейки. И если почитать, например, литературу, то пишут, например, среднерусская пчела, допустим, 5,62, 5,68, например, размер ячейки. Кавказская пчела 5,45, 5,58 или 5,52, я сейчас не помню. Я, извиняюсь, перебью. Я предположить просто могу, потому что, то есть, я думаю, что вы подразумеваете и уверены в том, и знаете, что, да, что не только разных вот этих видов пчелы, а и одного вида, да, наверное. Да, и одного вида, то чем так же. Тоже по-разному под себя. Конечно, да. Под себя строят, правильно? Под себя строят, правильно? Под себя строят, понятно, да. И вот как раз уникальность пчел в том заключается, что когда пчелы восстанавливают свои природные способности, они, балл в том, что они строят ячейки под себя, они и старые ячейки могут, то есть, точно так же могут разгрызть и перестроить под себя. То есть, в этом огромный плюс в каком плане, в плане, я все про качество меда, экологичность, что не нужно покупать где-то, брать, ну, вообще, фактически без вощины. То есть, вы обходитесь только край, периметр ставите, да? Ну, периметр, а только вверху, вверху полосочку, и то, и то у нас, то есть, получается, там, где гнездовой блок, то есть, вот эта колода, которая, там пчелы строят свое естественное жилье, то есть, вот эту красивую вязь сот строят. Разреши, я сделал отступление? Да. Мы используем старый русский улей, это высокая рамка, вот, и он длиной метр, вот, у нас туда идет 8, 8 рамок ставится, гнездовой блок, это просто крышка. В смысле, размер, размер гнездовой блок? Да, это просто крышка, под которой нет ничего. Пчелы в этом пространстве строят все, что им угодно. А, вот как. Да, дальше мы ставим рамки, на которых, с которых мы можем забирать мед. В гнездовой блок мы не лазим. Вообще? Вообще. Это просто ихняя территория. Да, и вот чем уникальность такого гнездового блока, то, что рамки, все рамки ставятся на определенном расстоянии. А пчелы, точно так же, как у них размер ячейки разный, точно так же у них, то есть, для того, чтобы биологический ритм нормально развивался, у них разный размер между сотами. То есть, соты не параллельно идут, они изгибаются и где-то расходятся, где-то сходятся. И поэтому, как в природе. Да, поэтому у них, то есть, там, где нужно, чтобы семья развивалась весной, им нужно, чтобы улочка была поменьше, и там такие закутки пчел образуют, что буквально достаточно повеснуть цепочки пчел, они закрывают этот закуточек и могут создать очень хорошие микроклимы. Когда семья вырастает, то, значит, у нее начинает, она увеличивается. Там, где выращивают трутней, там увеличенный размер между сотовыми листами делают, потому что ячейка трутневая увеличенная по высоте, и тогда трутни вырастают более сильные. Трутни – это мужское начало, это активная энергия в пчелиной семье, и это то, что дает огромный плюс в генетике. То есть, если мы, допустим, держим среднерусских пчел, и у нас маточка где-нибудь гульнула случайно с каким-нибудь другим трутнем, то пчелы рождаются помесные, но трутни рождаются чистокровные среднерусские. Ага, вот как. Да. И это дает вот огромный плюс в том, что сама семья старается сохранить свою генетическую чистоту. То есть, когда семья выращивает много трутней, то матка, вылетая на спаривание, она имеет большой выбор трутней своей породы, и поэтому... Ну, семьи стараются сохранить чистоту, при том, что вокруг засилие пчел в других порогах. Вообще, среднерусские пчелы у нас, например, тоже достаточно сложные погодные условия, то есть у нас очень малое количество осадков, и бывает, что в году всего несколько дней, когда идет активный медосбор. И вот, допустим, даже можно не увидеть, то есть, если уехал, например, работаешь где-то там, то есть приезжаешь на выходные, в середину недели можно не застать. И вот, допустим, подходишь к улей, приподнимаешь, чувствуешь, что он легкий. Приезжаешь через неделю, улей поднять невозможно, то есть пчелы за неделю заливают все полностью. То есть, работоспособность среднерусских пчел огромная. Но здесь очень важный какой фактор, то есть в каждой местности хороша своя пчела. То есть, вот, как бы это правильнее сказать, то есть, в общем, если посмотреть работы, ну, вот, начало, ну, вернее так, вот, с самой зари, так сказать, исследовательской научной пчеловодной деятельности, то примерно где-то в 1870-х годах был проведен ряд исследований нашими русскими, естественно, испытательными. Фамилию я сейчас не смогу на память произнести, но, в общем, было несколько работ. И в результате этих работ такие заключения можно прочитать, что даже в пределах одной губернии очень сильно меняются эксерьерные признаки среднерусской местной пчелы. С чем это связано? Связано с тем, что даже в одной губернии, где-то, допустим, болотцев побольше, где-то повыше бугорки, да, то есть, разная влажность, разная растительность. И пчелы, живя в одной и той же местности, они адаптируются, то есть, у пчел очень много приспособлений на теле, крючочков, ворсиночек, к тому, чтобы наилучшим образом в этой местности наиболее эффективно опылять, собирать нектаром, пыльцу. И вот когда пчел не возили, не мигрировали их специально, так, когда пчелы сами расселялись, так как им, естественно, ну, как бы по природе хорошо, то... То есть, пчелы, которые, допустим, родились, у них какие-то, ну, все равно какие-то, ну, генетически есть, так сказать, разбежки, да, поэтому те семьи, которым неудобно в этой местности, они уходили в ту местность, где им удобнее, так скажем, когда не было насилия человека. И тогда в этом случае как раз и получались такие небольшие ареалы, ну, как сказать, небольших таких особенных пчел в данной местности, так скажем. Так вот, сейчас у нас ситуация такая, что мы завозим других пчел, южных, там, северных, там, еще каких-то пчел. И вот я привозил пчел из Пермского края, просто посмотреть, да, и вот видно, что, ну, вот насколько, допустим, красиво работает наша пчела, которая у нас, ну, которая у нас, так сказать, районированная, так скажем, пчела, да. Насколько красиво она работает на цветах, и насколько неуклюжа даже та же среднерусская пчела, которая пришла из другого района. Ну, ей адаптируют, с вероятным поколением смениться надо, чтобы, так сказать, она началась. Ну, тут даже не то, что поколение, просто сама пчела, допустим, она крупнее по размеру, а наши цветы, они тоненькие. Ну, естественно, да, своя. Да, и пчела садится, а цветок вот так вот сгибается аж до земли практически. То есть, вот есть такие вот растения, которые под весом пчелы просто пчела цепляется, ей неудобно самой становится. Она там что-то пытается собрать, а ее цветок не может удержать. Потом она лапкой что-то пытается, какое-то пыльцо подгрести, а размер лапки такой, что ей как-то приходится тяжеловато. То есть, видно, что она, та пчела просто езжащий раз лапочкой махнула, и все. А иностранка, так скажем, ей неудобно. Скажите, но вы же химией вообще не пользуетесь? Практически нет. Ну, мы говорили, что только когда, если придется откуда-то взять новую, да, то есть, семью, ну, чтобы не занести, так сказать. Чтобы не занести, чтобы не заразить. По крайней мере. А своих обрабатываете, ну, вот от клещащать, так сказать. Значит, вот в чем уникальность еще, вот я не рассказал про гнездовой блок до конца, так вот, уникальность, вот, естественно, в том, что, пчелы создают внутри для себя оптимальные условия, то есть, температурные, влажностные, вот, циркуляционные условия такие, что условия для развития пчелиной семьи возникают самые оптимальные. И в этих случаях семья не заболевает, а излечивается наоборот. То есть, регулирует численность, если есть пунктивный клещ, то колонии его не очень большие, да? То есть, здесь ситуация такая, что среднерусская пчела, у нее очень большой безрасплодный период у среднерусских пчел. То есть, маточка перестает чирикать, ну, червить практически перестает уже в августе. То есть, ну, последний расплод, ну, как бы, если, например, по нашему смотреть, то у нас последний расплод, который матка засевает, это начало августа. Дальше, в августе пчелы родятся, и следующий расплод появляется только в конце марта, даже, может быть, в апреле. То есть, получается больше восьми месяцев безрасплодного периода. И за это время самки клеща теряют способность к воспроизводству. Даже если, то есть, если семья нахватала какого-то клеща за лето, то за зиму он просто весь естественным образом исчезает. То есть, среднерусские пчелы при зимовке на улице, на воле, когда они нормально, адаптивно воспринимают окружающую среду, то они сами исцеляются от клеща ежегодно. Ну, и тем не менее, все-таки, вот, пижма, полынь, да, вы, наверное, используете? Используем, да, используем. Пижму, полынь используем. Иногда в тяжелых случаях хрен подкладываем. То есть, если, допустим, приходит рой, и есть смысл, допустим, с ним заниматься, и видно, что есть клещ, то можно подложить еще резанные такие дольки хрена. То есть, он абсолютно экологически чистый, да? Да, нет, получается, достаточно чистый, да. Тем более, с учетом того, что и вы находитесь в экологически чистом месте. Да, стекопоселение. Ясно. Да, ну вот, а что касается, значит, обработок, это понятно, я это и знал, просто, так сказать, вот, хочу, чтобы, значит, наши зрители тоже поняли, что, ну, есть сейчас, конечно, люди, и все больше и больше, которые хотят получать качественную продукцию, здоровую, экологически чистую. Ну, с пчелами это особый тема, просто многим нашим зрителям известны основные проблемы, две, которые я обычно говорю, когда мы о критериях, говоря о меде, вот по экологичности, говорим, что это не экологически чистый мед. Это первое, это когда обработка идет химпрепаратами от клещей пчелиных, значит, а некоторые, вот честно говоря, люди, хорошо, что хоть честно, ну, это так ко мне приезжали, некоторые говорят, ну, а как часто вы обрабатываете? Я так говорю, мол, ну, что, типа, это естественно, но вот, называя химические там, например, а она говорит, ну, мы раз, там, пять в год, там, шесть, там, да-да-да-да, вот, это вот, во-первых, ну, все понятно, то есть, такой мед, ну, ты идешь, я деньги дам, чтобы не есть его, то есть, понятно, да, ну, я, там, сахар, это вообще, вот, некоторые еще люди покупают сахар, но это вообще подлость, это понятно, мы даже про это не говорим. Значит, и вторая характеристика, это вощина. Дело в том, что поскольку вощину обычно закупают вот на пунктах, да, так сказать, задают свой воск и пчеловоды, обычно почти все покупают готовую вощину, то эта вощина переплавлена была с той химией, которая попала туда с, ну, таких вот, халатных или безразличных пасечников. Вот, поэтому это уже не, поэтому критерий высший, это когда дикий мед, ну, бортневой, и вообще дикий, это понятное дело, и потом уже вот то, что когда, действительно, в экологически чистом месте пасечники используют вот природные средства, то есть, травы, вот, экстракции, так сказать, разные, или, так сказать, какие-то дорожки специальные, вот эти щеточки, которые, так сказать, с ног чищают, как лаз, там, ну, разные есть методы, но это более-менее. Ну, главное, химией не обрабатывать, когда мед получается, чтобы туда ничего не попало, вот, это самое главное. Ну, и тогда отлично. Ну, конечно, дальше идет разнообразие трав, то есть, соответственно, понятно, что чем больше видов... Ну, разнообразие трав пчелы поднимают, то есть, вот мы за те годы, когда мы в 2007-м были, салонные пришли, вот за это время у нас сильно увеличилось многообразие цветов. Ну, понятно, ну, так известно, что без пчел и плодородие, и разнообразие, это даже что тут говорить. Ну, и, прошу прощения, что перебиваем, мы собираем зрелый мед, который перезимовал в уле. Вот, я хотел прямо про это спросить, смотрите, отличие вот вашего меда от многих, ну, я знаю, что старые времена, в принципе, ну, до революции и так далее, ведь и давали в основном, ну, значит, перезимовать меду, сбору урожая прошлого года до весны, и когда уже там в мае или когда по погоде снимали, и вот этот мед, он абсолютно созревший, он, ну, там, видимо, еще дело в энергетике, вот в этой, в какой-то тех вещах, которые мы, может, даже понять, не можем досконально с точки зрения биологии. Какие химия, ферментные процессы происходят? Ну, ферментация, вот это естественно, плюс там все-таки что-то, вероятно, то, что, ну, знаете, не все с точки зрения биохимии можно объяснить, но в частности, конечно, ферментация, и что вы можете сказать все-таки о таком меде, в отличие, вот и по его свойствам, по вкусу, а главное, может быть, если этот вопрос исследован, по его пользе, да, то есть, в отличие от того меда, который там, ну, вот, медовый спас, например, там, или позже, снимают. Ну, по вкусу практически невозможно определить место, на самом деле. Ну, да, ну, то есть, вкус это дело такое, да, по состав травта. Да, на трав очень сильно зависит. Конечно. Вот, по консенсации очень сильно мед отличается от того, что он, во-первых, более плотный. Более плотный. Вот, и более мягкий, так скажем. То есть, зрелый мед, он отличается тем, что, ну, во-первых, я что хочу сказать, что пчелы, когда живут на своем меду, они, ну, во-первых, ну, что мы, во-первых, мы сначала делаем всегда тренировки таким пчелам, то есть, если, допустим, видим, что пчелы приносят мед не очень качественный, то есть, он сахарится, там, что-то с ним не то происходит, мы этот мед оставляем пчелам, они его пытаются съесть весной. И когда пчелы перезимовали на плохом меде, да, то есть, они репу почесали, то есть, всю зиму мучились грызли этот мед. То есть, они предпринимают какие-то свои меда. Да, когда пчелы зимуют на своем меде, они понимают, что вот этот мед плохо хранится, и его не надо собирать. То есть, не ленятся, вероятно, то есть, уже начинают… Здесь немножко… Они его собирают, но они его не откладывают на зиму. Да, не откладывают на зиму. То есть, то, что, допустим, очень много растений, из которых мед засахарится, они используют на то, чтобы съесть сейчас. То есть, покормить расплод, труднее покормить. Ну, то есть, на внутренний нужды расплод. Умный, разумный организм, единый, поэтому понимать начинает как один большой разум, что, так сказать, логичнее оставить себе на потом, чтобы хороший был мед на всю зиму. Конечно. Конечно, на весну, на подъем, так сказать, ну, когда вот ничего нет, и надо поесть и сил набраться на… Да, и поэтому вот такой мед, он… То есть, вот, если, допустим, вот, когда вот приходит, допустим, рой, или у нас, допустим, выходит рой, то в первый год, как правило, он… Ну, вот, первый год он перезимовывает, и у него мед не очень качественно получается. Хороший мед получается на третий, на четвертый год уже вот с этого с этого времени. То есть… От нового роя, да? Да, от нового роя, да. Вот, то есть, они когда все-таки пройдут, каждый рой должен свое… Ну, это же вот получается, что рой – это ребенок. Ребенок, он сначала на четвереньках, потом, значит, поднялся, растет, растет, осознает. Хотя, допустим, у рой, когда выходит от хорошей зрелой семьи, то этот рой чаще всего он быстро очень созревает, то есть, очень быстро догоняет. А если приходит рой со стороны, он, может быть, и семь, и восемь лет с ним можно ковыряться, может быть, даже там он не дозреет до такого. Ну, вот тот мед, что сейчас вы привезли, уже от обученных пищевых. Да. Понял. А в чем все-таки разница такого, может быть, в лечебных свойствах? В лечебных свойствах очень сильно отличаются. Значит, ну, очень много примеров, я не знаю даже, то есть, перечислять не перечислять. Ну, хотя бы, что вот примерно, да, да. На ваших. Самые простые примеры, это вот ко мне приходят люди, пытаешься угостить их медом, они говорят, нет, 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 у меня аллергия, я кушать не буду. Так, так, так. И многие отказываются, не кушают, но бывают такие смельчаки, особенно девушки, да, говорят, ну, ты хоть попробуй, хоть на кончик языка, хоть чуть-чуть попробуй, ты же меда не пробовал, попробуй самый настоящий мед. И люди удивляются, что кушают этот мед, и нет аллергии. И потом начинают этот мед брать, вот, и это очень важный момент, потому что, когда мед созрел хорошо, и он ферментирован полностью, то есть, ферменты все, вот, то есть, у пчел, пчелы по ферментному составу это самые близкие к человеку существа. То есть, вот, допустим, по белку самая свинья самая близкая, по строению белка, да, там, почему-то по костям, так скажем, это обезьяна самая близкая, по скелету там, да, там, по другим признакам еще какие-то, по генетике там мыши, потому что, поэтому на них эксперименты многие производят. А по ферментному составу самое близкое существо к людям – это пчела. Пчелиные семьи – это самые близкие существа по ферментному составу. То есть, питание пчел и питание человека, оно, как бы, должно быть одинаково примерно. То есть, я не хочу сказать, что человек только медом должен питаться, там, как пчела, да, но ферментный состав очень близок. Ну, усвоение такого меда, то есть, там, близко к 100%. Да, то есть, когда мед ферментирован хорошо, то есть, когда ферменты отработали, то организм не тратит ни одной калории для переработки. Всё правильно. Ну, идёт, фактически, вот этот аутолиз процесс. Тем более, если аллергенов, антигенов никаких нет, то, вот, соответственно, да, и реакция организма даже у диабетиков, да, я так понимаю. Да, диабетики тоже очень берут хорошо. Да, диабетики, естественно, потому что там натуральная фруктоза, а не глюкоза, а поскольку фруктоза, то для передачи её в клетки посредник в виде гормона инсулина просто не нужен. Это просто не все знают, но с моих лекций знают, поэтому вот в этом и сути. Ну, так же, как и инулим, например, который полисахарид, вот клубник, топинабу, роботата, он тоже состоит не из глюкозы, как крахмал, да, там, как вот полисахарид, крахмал, а он состоит из, так сказать, именно мономеров, из фруктозы, а, соответственно, фруктоза спокойно в клетку поступает без всяких посредников, потому что это левовращающийся замер. Да, кстати говоря, и мёд тоже самое, мёд, когда ферментацию проходит, у него тоже меняется спин, меняется спин, и поэтому важно. Скажите, а вот мы как-то общались, да, вот год назад, и говорили, что есть такой мёд, который два года в уликах прозимовывал. Да, но этот мёд совсем эксклюзивный. Расскажите, понимаю, ну, остаётся его мало, то есть... Мы его не продаём. И всё-таки, что за... что, какие свойства появляются в этом мёде, скажите? Ну, такой мёд, ну, не знаю, конечно, ну, я бы так сказал, что мёртвого поднимет человека, то есть его берут только тяжёлые больные у нас люди, мы, то есть этот мёд оставляем для себя, и вот в таких случаях, когда обращаются люди с очень большими проблемами. А с какими, например, обращались, и когда реально вы наблюдали по практике, что это помогало? Ну, самый первый случай, яркий такой, что вот меня как бы толкнуло вообще к этой идее... Ну, в смысле, я уже делал двухлетний мёд, я там от одного очень старого пчеловода об этом узнал, что надо делать такой мёд именно. Вот, но первый такой реальный факт, это был... Со мной работала, ну, в смысле, в нашей организации работала женщина, у неё началась катаракт. Вот, она не хотела делать операцию, и где-то, видимо, узнала рецепт, что можно лечить катаракту мёдом. Вот, узнала, что у нас вот такой есть мёд, и попросила такого мёда. Я ей дал буквально вот майонезную баночку, вот эту вот махань. Она, видимо, разводила, делала... Ну, что-то, я не знаю, точно в рецепте я не знаю. Она по рецепту. Да, она делала по какому-то рецепту, и через два года она избавилась от катаракты без операции. Ну, вероятно, она ещё какие-то... Нет, она использовала, она тоже использовала там какие-то медикаментозные какие-то средства, но то, что она на меду вот на таком смогла обойтись без операции, это, конечно, огромнейший плюс. А потом, наверное, были и по другим проблемам какие-то случаи тогда были? Были случаи с раковыми больными, когда они получали некое облегчение. То есть, вот, допустим, когда рак возникает, опять же, на фоне диабета, то, ну, мало того, что человек испытывает огромные боли, и ещё вот этот дискомфорт того, что ничего нельзя кушать совершенно. И когда люди... Я только нашим зрителям сразу подчеркну здесь, в чём биологический момент. При онкологии ни в коем случае нельзя потреблять ничего сладкое, даже натуральные, ни мёд, ни фрукты, ни сухофрукты, категорически. Но, потому что именно даже есть метод определения метастазов, когда в глюкозу добавляют изотоп определённый, человек выпивает тёплую водичку, быстро по крови разносится в клетку, в клетке вся все, и, так сказать, через какое-то время облучают человека, смотрят, где высвечиваются точки концентрации этого изотопа, так сказать. А дело в том, что глюкоза потребляется, ну и любые сахара, раковыми клетками, у них свой обмен метаболизм специфический, они очень много потребляют, вот на этом основе метод абсолютно точного определения. Поэтому раковым больным категорически это нельзя. Но почему было улучшение, я скажу, или стабилизация? Потому что они, и у современных людей, и у всех, без исключения, почти за редким, есть дефицит минералов, и дефицит некоторых других важных питательных компонентов. Мёд же всего лишь дал эти вещества в доступной форме, которых не было. А дефицит минералов тоже вызывает определённые нарушения обменные и так далее. То есть тут вот такая палка от двух концов была. Это так же, как минеральные воды. Люди едут на минеральные воды, и говорят, им стало лучше. Они правы. Но минеральная вода безумно вредна для почек, потому что карбонаты, сульфаты, вот эти кальций и, так сказать, других минералов в неорганической форме, они убивают почки. Они просто, так сказать, камни образуются от расклеротической бляшки, ну при том, что если нарушена жировая обмен и так далее. Но почему им лучше становится? И противоречий-то здесь нет никаких. А потому лучше, что они впервые в своей жизни воду стали пить. Они же до этого кофе пили, чаи. И тут впервые в жизни, ну я так утрирую, ну почти, это правда, они стали пить воду, которую и надо, должно человеку пить. Более того, эта вода, поскольку карбонатная, да, там сульфа, она содержится, то есть она щелочная. А поскольку организм у всех людей, ну сыр, творог, колбаса и так далее, не буду перечислять, закисленный, то они ощелачивали. И вот у них эффект тот, как у людей с содой фактически, когда просто это щелочь. Вот и все. А говорят, значит, вот врачи, и даже не понимают, что врачи, я поражаю с тупостью человеческой, это все очень просто. С медом вот какая ситуация. Нельзя. Но в данном случае, просто в идеале, здесь нужно, конечно, раковым больным, я имею в виду, обходиться вообще без сладкого. Первые 3-4 жестких курса месяца лечения, но восполнять дефицит минералов другими средствами. То есть там, ну там, спирулина, там и прочее, так сказать, там и так далее. Вот, но это вот такой момент. Именно из-за сладки. Именно из-за сладки. Здесь вот они кушают мед не ложками, они используют медовую воду. Медовая вода, то есть это примерно чайная ложка меда на стакан воды. Ну да, ну я говорю, просто тут дело именно вот в минералах и ценных других там питательных витаминах, и так, и там биофлуаноиды, и прочее, всяких там разных компонентов. Из-за этого только. А вот с другими болезнями, то есть когда все-таки не онкология, а так сказать, вот все что угодно практически, остальное, ну почти, да? Это действительно изумительное, вот так сказать, ну элемент питания мед. Я все говорю, потом медовая вода, это же и камни растворяют, то есть если вот утром они тощают, значит, ну вы об этом, наверное, слышали, да? Ну вообще мы все время потребляем медовую воду, поэтому не так случилось. Нет, ну наверное кто-то из тоже, да, наверное, из знакомых, наверное, такое было, говорил? Нет, это не из знакомых, я посмотрел курс лекций Гордомысова, и вот это как раз натолкнуло использовать медовую воду. А, вот так. Да. Ну да, я об этом тоже очень давно говорю нашим зрителям, ну вообще о медовой воде. Мед это, конечно, большое богатство, и пчела это вообще, есть такое мнение, и в ведах сказано, что в принципе вот с человеком, наверное, на землю, когда раса, ну вот, расцелялся, и это было привезено. Ну то есть, собственно, наверное, по крайней мере похоже на то с точки зрения того, что вот генетически смотреть, что такое пчела, и про эти уникальные механизмы общения между ними, то есть как вот этот слаженный организм, роем, да и пословица, даже вот на диске феском написано, роем, живи, да, то есть, ну как бы вот, ну мы понимаем, о чем мы говорим. Да, это действительно, пчеловодство, это, конечно, затягивает. А, кстати, вот старые журналы, вы, наверное, еще в советское время какие-нибудь выписывали, вот это пчеловодство, там вот это. Да, как раз в советское время, да, я закончил их выписывать. Закончили. А были там такие, это Жданов как-то рассказывал, мне просто интересно, вы видели, такие некрологи, там, ну в конце бывало, что вот умер там такой-то, там, сто, пятьдесят. Да, скоростейск, скоростейск, скончался, да, безвременно ушел, нас покинул, знаменитый пчеловод, которому, да, там, 90-100 лет, там, такие. И больше, да, там, ну то есть, были такие, да, там, ну, это понятно, потому что там... Причем вот уникальные такие, ну, как бы, люди пишут отзывы, что, ну, вот в таких журналах тогда были, что эти люди были активны до последних дней, то есть... Да, конечно, конечно. И они умерли буквально там по каким-то вот, то есть вот как будто бы случайно, то есть, то ли упал где-то, то ли еще что-то, то есть, если бы не упал бы там, или что-то с ним... То есть вот так бы, да, в основном? Понятно. Чаще всего именно так. Ну, да, ну, да. Ну, это, это правда, это было замечено. Я так говорю, почему мне интересно, когда так я общаюсь с людьми, которые, ну, те или иные профессии, или там какие-то, вот, значит, подмечают нюансы. Это да, с пчеловодством был. А вот, ну, бортничество вы не думали, ну, вернее, так скажем, колоды, вот именно вот... Ну, вот знаете... Колоды, да, колоды, очень сложный с ними вопрос, с колодами, почему? Потому что колоды, то, ну, достаточно естественное жилье для пчел, но колоды... Колоды от Муртии, там, целые же, так сказать, знаете, из огромных осин выдолбливают там вот это... Из лица, из лица, из лица, ну, и засин, ну, да, из лица. Ну, так вот, в нашей местности, вот здесь вот, ну, в средней полосе России, пчелы сейчас, ну, как сказать, потеряли ту силу, в которой они могли жить в колодах такими силами, такими большими. Вот, поэтому редко какой рой, очень редко какой рой можно поселить в колоду, и он выживет. Ну, в принципе, это как бы... А вы видели такие? Да, у меня вот... Ну, вообще, вот наш улья сам по себе, он является ульей колоды, так скажем, да, то есть, у меня, допустим, сосед содержит пчел, более естествен, чем мы, в каком плане, что вот он поселил туда рой, рой отстроил гнездовой блок, отстроил количество рамок какой-то, и он каждый год подходит, один раз в год подходит, забирает примерно 4 рамки, которые остались зимы, 4 рамки медовых, добавляет. То есть, те рамки, которые они отстроили, сухие, он сдвигает, ну, то есть, вот, пчелы, когда, ну, летом, когда они отстраивают гнездо, то они еще приносят очень много нектара, разливают его по всему объему улья, а потом, когда мед созревает, они его уменьшают, уменьшают, и поэтому крайние рамочки остаются пустыми, сухими. Вот он медовые рамочки забирает, сухие рамочки сдвигает, следом ставит пустые рамочки с полосками овощины, закрывает, а до следующего года. Ну, тогда просто меда меньше, но зато мед очень хороший. Да, мед очень хороший. Так вот, смысл здесь, смысл какой-то. Сейчас в колодах забыли, как водить пчел. То есть, вот, когда разговариваешь с колодниками, то понимаешь, что люди даже не представляют, как держали пчел в колодах в старые времена. И, ну, я сам этим вопросом много интересовался, и я понимаю, что для того, чтобы перейти на колодное пчеловодство, нужно... То есть, я еще не дорос, так скажем. А, вот так? Да, вот так вот. То есть, я не дорос, почему? Потому что, во-первых, нужно чувствовать пчелу очень хорошо. Понятно. Во-вторых, ну, как бы нужно найти... То есть, пчелы не могут жить в любом месте. То есть, даже вот если есть место под пасеку, значит, место, куда можно поставить уль или колоду, нужно искать. То есть, это не просто в любое место поставишь. Потому что, если в любое место поставить, как правило, пчелы в любом месте не живут. Ну, в общем, это не так просто. Да, это не так просто. Понятно. То есть, это... А вы слышали о таких, или видели, из соломы или из камыша, Ну, вот из трав таких озерных, что делают. Делают ульи, да. И они за счет своей пористой структуры, ну, как солома фактически, только крупнее размером, да, получаются очень теплые ульи такие. Очень теплые, сухие, получается, да. Хорошо, да, относитесь к этому? Хорошо отношусь, да. Я вот как раз вот недавно, буквально на прошлой неделе ездил к такому пчеловоду. Так, сейчас вспомнить, как это поселение называется. Неважно, наверное. У него примерно половина пасеки уже сейчас вот состоит из таких ульев, которые сделаны из тростника, из тростникового улья. И пчелы там зимуют, действительно, зимуют хорошо и живут хорошо. У нас, даже в нашем поселении, ну, картошный, то же самое есть, ну, я почему спросил. И вот просто он ничего, то есть он никаких рамок, то есть там реально, вот реально языки, то есть вот прям вот он детей, например, то есть он так вот делает. Он ничего так делает, рамок там нет. У него своя там конструкция, там свои какие-то хитрости, там он игрался с толщинами, с конфигурациями, с объемом, там, в общем. Ну, вот, как бы, так сказать, можно до этого дойти, значит, получается. Ну, вот у этого парня как раз он использует вот этот русский размер, то есть вот этот объем примерно 50 на 50 на метр. Примерно такой объем улья используется. Это русский размер, то есть этот размер, который был на Руси до революции. Эти улья были широко распространены. Если посмотреть картины художников в тех времен, то есть, то очень четко видно, это хорошо, что рисует, допустим, пасечников, ну, много рисует колонных пасек и в том числе попадаются пасеки, где вот используются русские ульи. Ну, да, ну, да. Причем, когда начинаешь с людьми разговаривать, они говорят, нет, это Додан. Я говорю, посмотри на год. То есть эти улья, там, ну, там, на 40, на 50 лет старшее изобретение Додана. Вот. И говорю, посмотри, а потом, говорю, посмотри на размер. Вот там, допустим, пасечник сидит, да, то есть там видно, что у него там 60-70 сантиметров высота у этого улья примерно. А вот в лесах, вот, я говорю, вот Буртии, да, где еще бортничество, так сказать, осталось, осталось, там прям вот, то есть в лесах у каждого, ну, такие свои есть, у некоторых семей, да, 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 они прям, значит, я смотрю, кадры, как вот, там, медведи пытаются достать это, ну, там, и на лошадях они туда едут через десятки километров, значит, по лесам, там, что вот это вот, значит, на высоте вот эти тяжелые колоды, и, так сказать, и в дуплах, так сказать, ну, там, у кого как, да, и это, ну, там, там они вообще ничего, то есть просто достают, ну, дикий мед, дикий мед, конечно, очень ценный. Очень ценный, но дело в том, что опять здесь есть некая сложность, то есть, то есть, людям надо понять, что, то есть, вот я тоже разговаривал с бортниками, и когда касаешься, вот глубоко, так скажем, что оказывается, что мед, который у них на продажу, они держат в ульях, а этот мед, типа, для рекламы, и очень часто они наступают на такие грабли, что они, они пытаются мед собирать осенью, где-нибудь, там, начало сентября, может быть, там, середина сентября собирать мед, то есть, если, когда они открывают это гнездо пчелиный, то мед весь поднят вверху, то есть, внизу меда нет, то есть, там сухие языки, и для того, чтобы им взять мед, им приходится брать мед сверху, и после того, как они берут мед, если они возьмут лишний язычок, то семья, семья, да, может, семья по нею. Нет, ну, это вот от уровня, да, знаете, там, есть же понимающие люди, то есть, по-разному всех, но вот, да, и этот мед, конечно, безумно дорогой, я знаю, что в Москве до 250 евро и цены вот есть на такой именно дикий мед, то есть, вот, на, ну, понятно, так сказать, ну, определенный, но его и мало, и берут единицы, кто знает, как чай, который вот из Тайваня, так сказать, вот, даже не китайский, а еще покруче, там есть, которые, там, помного, тысяч долларов за килограмм стоят, там, такие чаи, ну, это примерно, вот, так сказать, есть так провести параллель, есть же люди, кто покупают, ну, есть подценители, а потому что разница есть в том, и чае, само собой, есть разница, и вот то же самое, так сказать, нет, ну, здесь, тем более, тем более, что у нас по большому счету такого честного пчеловодства, творческого, вот, когда традиции восстанавливаются, действительно, хочется получить уникальный продукт, но этого мало еще, конечно, это вообще ноль-ноль какой-то процент на нашем рынке, я имею в виду, вот, этих тысяч тонн меда, которые, понятно, ну, химия химии, сахар сахаром, и вообще, так сказать, о чем тут можно говорить? Народ владеет ужасно, греют мед. Греют, да, то есть, ну, это все, это все, это фактически токсичный мед, то есть, его вообще есть нельзя, гретый, то есть, это, ну, вот, да, нет, здорово, что, вот, конечно, и приятно всегда пообщаться, во-первых, с людьми, кто с любовью к делу относится, к любому своему, потому что по-другому нельзя просто, это неправильно, вот, и только тогда результат может получиться действительно хороший, но какие планы вообще у вас увеличить, так немножко есть, или тут больше? Тут не увеличить, а мы хотим стабильности добиться. Стабильности, да, то есть, чтобы... То есть, стабильность в чем заключается, то, что семей устойчивы немного, то есть, при том, что у нас такое количество улей, то устойчивых семей, которые из года в год могут нормально существовать, таких семей немного, и вот... Ну, как сказать, я немножко чувствую энергетику земли, не очень хорошо, как бы мне хотелось, но тем не менее, немножко чувствую энергетику земли, и поэтому не всегда угадываю то место, куда нужно поставить улей. И вот улей ставишь, даже дочка, например, от хорошей семьи, рой дочка, например, селишь, а он, ну, как-то себя не так ведет. И начинаешь... И он, причем даже очень часто пчелы пытаются показать, что что-то не то. Ну, то есть, это век в живи, век учись, да, по большому счету? И вот когда ты, вот, то есть, вот начинаешь улей двигать, поворачивать, потому что пчелы сами начинают тебе показывать, что они хотят, как они хотят. Ну, а с конструкциями, с какими-то приспособлениями будет еще что-то? Или вы уже для себя определили, что вот, мол, такой тип улей будет, или все-таки продолжать? Ну, конструктив мы постепенно улучшаем какие-то вещи. Размер, мы поняли, что русский размер... Да, русский размер, конечно, это идея. То есть, вот это вот уже все для вас, это как бы констант, а дальше вы уже просто смотрите по там... Ну, по техническим наворотам, то есть, мы очень много сейчас, вот в ульях, очень много сделали удобства для человека, то есть, улей должны быть, чтобы удобно было работать, да, ну, понятно. То есть, открываешься дно на петлях, на засовах, то, что дно можно открыть и легко почистить. То есть, чистка дна, если, допустим, для пчеловодов, промышленников, это занимает целое, так сказать, ну, целое большое мероприятие, то здесь это буквально, там, ну, 15-20 секунд занимает чистка дна. Ну, то есть, вот все эти технические мамини, они важны для нас в жизни, и так делать сколько много, а тут еще зачем, наверное, лучше больше творчеству. Ну, это очень много проблем, на самом деле, вызывает. Это додание, чтобы очистить дно, нужно весной все рамочки вытащить в соседние улицы. Ну, если дно несъемное, да, то есть, если дно несъемное, или там что-то веником как-то бы метать, или палочка вытащить, то есть, это, да, для пчеловодов. То есть, тут и расплод можно застудить, и матку потерять. Ну, здорово, здорово. Нет, ну, вот то, что вот вы действительно снимаете в мае, и год мед перезимовал, и, конечно, другой мед, естественно, вот у нас есть очень несколько, несколько очень хороших медов, вот, ну, вот ваш, естественно, и мне, и нашим клиентам нравится. Есть, конечно, ну, наш дикий абхазский, который вот этот вот, язык, языки, которые там это уже из года в год, это вот, ну, в общем, люди, ну, отзывы такие, что никак в жизни такого никто не... Даже я отдаю пасечникам порой, вот, пасечникам тоже, они говорят, никак такого не пробовали. А вот, кстати, не помню, не давал вам помню? А, мы, ну, нет, а, ну, ко мне просто приезжает много людей, и пасечники тоже бывали, и вот я кому давал? А, кстати, а то мы сидим с вами, я вас очень попрошу, вот попробуйте-ка, это тоже вот если аналогия, вот вы, как, помните, сказали, что только недавно, что, мол, вот, люди, даже у кого была аллергия, там, или ещё что-то, мёд настоящий, попробовали, и проблем нет, то есть они боятся, а, так сказать, вот у меня, так скажем, были случаи, когда вот этот шоколад, это сыроедный живой шоколад, молочный, только, естественно, без молока, там уникальные технологии, там проростки белозёрного овса, молочко из них, там, лецитин из жмыха кедра, ну, кедровых орешков, там, это, там, да, так вот, там состав, там, мёд, кстати, который кристаллизуется в вакуумных дегидраторах, потому что влагу выбирать надо, а нагрев недопустим, это очень дорогие технологии, но зато то, что получилось, вот мне интересно ваше мнение, а были случаи, когда люди полкило съедали вот за час, вот ехали в поезде, возвращались в ярмарки, допустим, были, полкило съедали, вообще никаких проблем, потому что вот в этом-то и отличие настоящего продукта, экологически чистого, когда все ингредиенты, так сказать, нет канцерогенов, никаких, то есть при жарке какао-зёрен, и образуются канцерогены очень серьезные, а тем более, что если это ещё химические плантации, ну, как правило, это в основном химия, без, вот, попробуйте, очень интересно было ваше мнение, прям вот, ну, потому что, особенно, кто ест мёд, и вот кто ценит, он чувствует, как, ну, любой человек, на самом деле, такое почувствует, вот, не спешите, вдумайтесь, так сказать, прорвите, вот, как это будет, вот, и честно, прям, как вот оно есть, вот, ваше мнение, скажите. — Напоминает шоколад с детства. — Так, да, это точно. Так, точно, напоминает. То, что на нёбе нет никаких пупырушков, и то, что, так сказать, вот эти... — Да, очень нежный, обволакивающий. — Потому что такими корундовыми шарами, по много килограмм, 300 штук, и ходит, да, молекул, до наночастиц растирает, то есть это очень дорогое оборудование, иначе это не получить такой, дома никто не получит такой шоколад. На мастер-классах, там это всё, то, что учат, это... Ну, это просто невозможно. В этом отличаются профессиональные технологии. Но уникальность в том, что шоколад термический... То есть это живой, сыроедный, настоящий шоколад. Причём из органических ингредиентов. — Мне вот важно, что тает во рту, то есть его не надо практически... — Ну, да, он тает во рту, не оставляет этих, а послевкусие... — Сейчас ещё оно не наступило, сейчас мы ждём. — Ждёте. — А вообще у нас мёд, ну, тоже, поскольку мы коснемся послевкусия, то у нас до пяти пяти пяти... До пяти пяти, вы знаете, послевкусие, после мёда наступает. Когда мёд хороший, то наступает вот сначала вкус, когда ты его берёшь в рот, потом, когда он расходится, другой вкус наступает, потом, когда его уже не остаётся во рту, наступает третий вкус, потом, спустя примерно минут десять наступает четвёртый вкус, и, может быть, даже потом, ещё чуть позже, останется пятый вкус, такое ощущение. — Интересная штука, как с нашим мёдом полностью растворяется, вообще ничего не остаётся. — Да. — Ну, а сам вот аромат, вкус, как? — Как из детства. — Это, по-моему, высшая оценка. — Ну, грубо говоря, на молочный, вот по вкусу, классический, какой-нибудь похож, да? — Очень похож, прям, да. — Так вот, понятно. — Даже не верится, что он без молока. — Вот. Ну, вот это я ждал тоже скажут, потому что все говорят, да, кто даже… Мне даже некоторые звонят, ну, вот там знакомые ходят, говорят, вот, неужто это действительно без молока? Ну, потому что уж больно вот прямо идеальной рецептурой выбранной. А у нас есть, например, такой трюфель, ну, трюфель, который классика туда добавляют, коньяк, ну, в классических вариантах. А поскольку у нас-то это, понятное дело, табу, эта мерзость алкогольная, то у нас это разработана была технология, когда жёлудь, понимаете? То есть, жёлудёвые экстракты, и получается просто сказка. Вот. Ну, естественно, это не так просто. Это тысячи экспериментов, это, так сказать, подборы, пробы, да, так сказать, это всё не просто так. — По энергетике, то есть, вот мы… Ну, сейчас вот наступает уже другой вкус, и вот как раз энергетика очень интересна. То есть, сразу чувствуется, как энергетика поднимается. То есть, сразу, во-первых, идёт питание в голову сразу. — А, это мы по аналогии вот с мёдом. — Своей оценкой. — Да, это наша оценка уже такая, да. — Так-так-так. То есть, прошло время, и вы… — И уже вот сейчас вот начинает подниматься, то есть, энергетика начинает. То есть, во-первых, то есть, сам уровень энергии сейчас вот начинает подниматься. И вот я чувствую, то есть, вот как бы, ну, наполненность-то организма целой есть, но сейчас вот я, поскольку с дороги устал, у меня немножко в голове так усталось. И сейчас вот прям чик-чик-чик вот прям идёт вот, то есть, легче-легче-легче. — Ну, то есть, на уровне таких чувств, которые вот вы по памяти, ну, как бы вот, по ассоциациям. — Да, по ассоциациям таким, да. — Меня даже вжарно было. — Да? Понятно. Ну, вот, да. Просто дело в том, что вот, ну, мы собираем, можно сказать, отзывы вот в том числе, то, что он производит, ну, как бы там сказать, люди своим друзьям отсылают, как подарки, удивить, шокировать, то есть, вот даже так, до того. Ну, то есть, вот отзывы очень сильные, поэтому один даже человек вот написал такое, что говорит, это вот, ну, технологический такой, правда, в индустрии. — Человеку надо объяснить, что это непростой шоколад. Если вот не скажешь, то он просто съест и не заметит даже. — Ну, это, так скажем, опять, шоколад должен быть очень хорошего качества, как вот элитный, там, бельгийский или какой-нибудь такой, не какой-нибудь там, не пойми какой, шоколад, это же сейчас не шоколад, там же, сами понимаете, там, транжиры, там, что добавляют-то. Это имеется в виду из дорогих, вы имеете в виду хороших шоколадов, то есть, сравнивать, да, то есть, ну, вот про это и речь. — Самое вкусное в шоколаде – это воздушные пузырьки. — Воздушные пузырьки, да, ну, помимо пузырьков, там, да, будут еще другие пузырьки, да, в организме уже образуются от такого шоколада, который вот все эти, там, воздаешь, даже их название не помню. — Очень порадовал. — Да? — Отменный. — Вот тут больше не бизнес, а для души. И принципиально надо было создать шоколад, вот была задана, ну, просто идея, да, создать шоколад, который был бы, повторял бы вкус, вот, изумительный, вот, как вы сказали, детственный, там, вкус настоящего, там, но, чтобы он был безвредный, вот это технологический, ну, можно сказать, прорыв, потому что вот в Америке, там, где строительная тема очень сильно развита и раньше, там примерно, вот, сделали, то есть, и с ним всегда сравнивали, ничего аналогичного не было. Ну, вот впервые, вот, получилось такого вот уровня сделать здесь, потому что, конечно, там до этого дошли люди, одни, вот, дошли, вот, а у нас никого не получалось. Ну, и вот, так сказать, поэтому есть такая гордость за свой, тоже такой вот, один из продуктов. — Да, вот теперь и до меня раз дошел. — А кто производит этот шоколад? — Ну, это вот мои партнеры, то есть, это, значит, передайте вы шоколаду. — Да? — Да. — Ну, вот, да, обязательно, потому что это дает стимул для дальнейших, так сказать, творческих успехов, потому что есть несколько разработок, разные виды шоколада, но я считаю, что слишком большой ассортимент, это неправильно не должно быть, нужно просто уловить вот эти идеалы, так сказать, каких-то, так сказать, ну, горькие кому-то, вот, это понятно, там, молочный, потому что это принципиальные отличия. — Я говорю, что есть еду, которая простая максимально, без добавок, без кетчупа, поэндеза, то есть, вот, не соленая, то есть, вот, вкус вот чистого продукта. — Да-да-да. — Вот, и есть вот классический вкус, вот классический молочный шоколад, всё, больше ничего не надо. — Ну, да, 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 не, он больше всех и нравится людям, по сути, я думаю, что все практически так же и оценивают, и мыслят. — Да, ну, отлично, что ж, это я рад, я тоже рад вашему мнению, потому что он действительно, вот, один из лучших, который я, ну, а у меня, я разных столько пробовал медов, что, так сказать, вот, он очень хорош, вот, и, что ж, развивайтесь, будет очень интересно послушать. То есть, я думаю, какие-то результаты, успехи, если будут, когда-нибудь обязательно встретимся, да, чтобы, и, может быть, пообщаемся. А может быть, я, если вы не против, даже и себе, вот, будем делать тоже, я тоже хочу, там, эксперименты, придано, провести, будем делать такую свою, вот, тоже пасеку, ещё одну, ну, вот, я переехал в Пушкинских горах, то есть, поэтому там будет, ну, заново хозяйство, вот, оно уже создаётся. Пушкинские горы, Псковская область? Это Псковская область, Пушкин-Агурия. Вот, Пушкинский район. Пушкин-Агорский район. Ага, да, по соседству. Пушкинский – это по соседству, откуда Ефимова родом. Вот, и там рядом Красногородский район, вот, а Почкинский – это прямо вот вплотную. То есть, то, что вот, как раз, вот, недавно у меня было видео, я не знаю, если не смотрели, советую, про долгожителей Красногородского района, где по книгам, по цифрам, по простому подсчёту, количество жителей, от количества в деревнях, общего количества проживающих долгожителей, было где-то 8-10% за столицу. То есть, это больше, чем на Окинава. Вот, но это, правда, имеется в виду не которые сейчас, часто, а вот то, что было в промежутке, так сказать, дожить и вот 50-е тире 2000-е годы, да, вот так скажем. Потому что, в общем-то, а то, что было раньше, там ещё интереснее данные. Это я просто веду такие тоже вот на эту тему исследования, и поэтому вот эта тема долголетия, долгожительства, она очень меня занимает. То есть, чтобы нащупать вот те причины и следствия, и факторы, которые приводили, объективные, да, и они есть, всегда есть объективные. Ну, например, там старобряческие деревни, то есть, там сразу опривали никакого алкоголя, табака, знание о грибах, целебных отравах, которое просто было там феноменальным, то есть, поколениями передавали, вот. И, значит, ну, прочие там критерии есть, вот, которые там исследуют тоже в данный момент. Там были очень часто по 105-106-108 и даже вот 115. Это вот прям на маленький райончик такой крошечный, вот, буквально несколько деревень там, ну вот. Ну, наверное, всё-таки ещё структура воды большую рули. Да, безусловно. Вот я просто про воду сейчас не стал, тема уж отдельная и такая серьёзная. Вот везде, где центр долголетия, да, там вот такие, чтобы не один-два человека, исключение, а вот реально, когда много, там везде физико-химические свойства воды определяют. То есть, ОВП отрицательный там, ну и так далее, да. Это я в своих лекциях подробно как раз рассказываю про все эти дела. Вот, да, но это очень важно. Вода – это основа основ, само собой. Ну, вот ещё, вот я немножко к мёду вернусь опять же. Вот, мёд структурирует воду. Да, конечно, конечно. Вот, как бы правильнее сказать, что семьи, которые, то есть, вот есть матки, которые живут, не то, что живут, а активно работают 8, 10, до 13 лет даже есть такие матки. У меня, правда, такого опыта не было, у меня максимально 8 лет матка может жить. Ну, то, что я у себя наблюдал. Вот, так вот, опять же, вот эти семьи, где матки-долгожительницы, они, у них структура мёда такая, что, если его добавлять в воду, то, то есть, допустим, делаешь мёдовую воду вот именно на мёде именно с таких семей, то как раз вот улучшается вся энергетика. И я так просто, как бы, по своему ощущению так чувствую, что, ну, увеличивается сила, ну, сила мышц увеличивается. Я могу спокойно через две ступеньки там по эскалатору бежать, да, вот как. Это интересное наблюдение. И, скорее всего, я так думаю, что это всё-таки продляет жизнь. Конечно, однозначно. Нет, 100%. Это даже, это именно правильно, поэтому пасечи, нет, ну, особенно те деревья, вот правильно Жданов подметил, Томск, Читинск, ну, вот эти области, которые, много староамряческих деревень было прям вот, у них там вот, а они ведь все, они же ни сахар не признают, ну, настоящие-то, и поэтому у них пчёлы. Ну, для них это вот потомственно, так сказать, то есть, по-любому в деревне обязательно там. И они очень долго жили. Ну, естественно, не только, потому что пчёлы там, понимаешь, не алкоголь, не табака, чистая вода, генетика крепкая, не убитая, так сказать, ещё. И, естественно, у них бортневое пчеловодство вот это настоящее, которое, ну, химии, сами понимаете, там никакой не было-то вообще. Вот, да и, значит, ну, понятно, как человек привык, который родился, может, в 1850-х, 60-х годах, он, естественно, так сказать, как вёл пчеловодство, какая химия, он никогда в жизни не использовал. Вот, и вот очень многие вот оттуда, у меня есть письма интересные, которые вот, наблюдения люди, вот, ну, говорит, мой один такое письмо про прадедушку, говорит, вот фотография его есть, в 1840-м родился, умер в 1957-м, на 118-м году, например, там, ну и так далее. Да, никогда в жизни мясо не ели, это вселили, вообще они не ели, он, не жена, и все за 100 лет, все. И все в роду, говорят, прав внуков, нас всех прабабушки не нянчили, то есть, ну, это все за 100. Вот, так сказать, пожалуйста. Очень интересно, и, да, открываются такие вот моменты, это насчёт, там, вот этих вот таких идиотических выражений, типа, ну, как же, холодно, значит, мясо, энергетика, там, наоборот, отнимает энергетику. Какое? Это только психологическое, то, что наелся, а потом тяжело. А тяжело, какая энергия, наоборот, она тебя уходит. Ну, это же абсурд. А люди верят до сих пор, что просто вот говорят, абсурд, а после тяжёлого обеда, после плотного, как там пословица проагается, поспать. Почему? Потому что энергии, да, не хватает на переваривание этого, что они съели, и нужно поспать, чтобы из космоса подцепить энергию из окружающей среды для того, чтобы ты как-то жил. То есть, это, ну, просто ужас. А люди, да, до сих пор это вот... Масс-медиа, толпа. Нет, ну, понятно, да, и, так сказать, там, просто оправдание своих пристрастий, привычек, бояться, так сказать, что они когда-то спокойно и с радостью не будут тащить кусок себе в рот, то есть, будут думать, а может, зря, может, нет, им надо себя установку дать. Всё отлично, всё правильно, я, так сказать, хочу, потому что это вкусно. Ну, вот и всё. Да. Ну, отлично, а что ж... Жертва своих желаний. Да-да. Я, к сожалению, жертва шоколада. Серьезно, да? Я просто не могу остановиться. Сокры возьмите и с собой возьмите. Я вам просто дам. Реальная история, когда люди прямо вот ехали, не один, много там, вот с ярм, ну, допустим, потом узнавали только это, значит, и прямо вот начали, и вот пачка, например, и всё. Да, даже так. И, причём, многие замечают никаких прыщей, ничего, то есть, вот, когда вот многие едят постоянно, берут там по полкило, там, за 2-3 дня. Так, в принципе, и должно быть, вообще должно быть по-другому, если там органические шоколады, этот, какао само, которое там, ну, там перуанское есть другое, но индейцы собирают, сушат теневые сушки сами в джунглях, причём, поэтому оно органическое. То есть, даже неорганические плантации, а дикое, ну, такое в джунглях, там есть такая программа по защите народов, там, малых, и вот, в частности, они сбор там из природных этих, и вот такое везётся сырьё, ну, дальше какао тоже холодное, то есть, вот это вот прессованное. И, в общем, все остальные ингредиенты натуральные, органические, и вот поэтому, почему может быть плохо? Только хорошо, и может быть, что тут. Там какао, кстати, в органическом, да, больше, около 600 компонентов, так сказать, уникальных находится, ну, там, от всех минералов до различных, так сказать, биологически активных веществ. Вот, это полезный продукт очень, сам какао, но только не варёный, не жареный, и, естественно, так сказать, вот не химия, чтобы было. Потому что, в основном, плантации, это вот шоколады, это химические, ну, как получают, в общем-то, практически сейчас всё, что там. Травы, травы в аптеках, травы в аптеках продаются, они выращиваются, как раз, на полях комбайны собирают, это, ну, докатились, то есть, да, реально так вот. Поэтому люди и ценят, а для некоторых это откровение, они когда в жизни не ели, сейчас растут поколения, которые никогда в жизни не ели настоящую пищу уже, то есть, просто вот, да, это вот. Даже не верится, честно говоря. И даже не верится, ну, потому что вы живёте по-другому, а, так сказать, люди вот до такого, что это просто можно просто удивиться и, да, просто в шоке быть, как воспринимают некоторые. Ну, вот в Америке же дожили, когда, это, Задорнов, это, как он шутит, но это не шутка, он на правде основанный сюжет, вот, например, когда американские, там, впервые, там, дети, некоторые видят горошек русский, вот, и они говорят, какие русские умные, упаковку какую придумали для горошек. Конечно, помнишь, в банках всяких вакуумных этих. А тут в стручках. Да, тут стручки, для них это просто, ну, я вот, тоже, это в шоке можно быть, ну, вот факт, смертные слёзы, да. Это просто, ну, надеюсь, что мы точно до такого не доживём, поэтому, конечно… Не докатимся, не докатимся, нет, да, да, нет, это вот у нас не будет. И, я думаю, мы эту точку, когда это могло бы, вот, невозвратно пройти, всё-таки миновали, и у нас такого точно не будет. Ну, что ж, тогда, думаю, дорогие друзья, это с нашими зрителями, мы попрощаемся, я думаю, да, на этом, я надеюсь, здесь будет интересно. А кто интересуется вообще природой, пчеловодством, конечно, будет интересно, вот, вообще, душевная любая беседа, я думаю, интересна. Ну, дорогие друзья, пишите, если будет интересно, захотите заново ещё встретиться, когда-нибудь мы обязательно встретимся, да, пишите вопросы в чат, задавайте. Вдруг что-то вас будет интересовать в этом деле, ну, и потом обязательно эту кучу вопросов мы всё посмотрим, зададим, и, так сказать, ещё интересную беседу проведём, а вы её увидите. Всё, самого лучшего, до свидания. До новых встреч.